Я расскажу о том, как с контакта с физиками получить какую-то личную математическую задачу. Задачу я решать не буду, но вот как это получается. Для начала я делаю такой суммы, с которым, собственно говоря, всё и началось. Здесь некий параметр, а сюда откладываются координаты неподвижных точек автономной системы. Но если автономная система на плоскость, когда всё интегрировано, всё понятно. Понятно, что имеется область по параметрам, где есть одна неподвижная точка, а здесь тоже неподвижные точки. Есть область, где есть три неподвижных точки. Значит, одна вещь, она вот эта, устойчивая неподвижная точка, а здесь неустойчивая неподвижная точка по себе. Так, а задача? Задача ставится для неавтономной системы. Готовая вот этот параметр А, метренно меняется. Фигурирует новый параметр, умноженный на бреды. Но и спрашивается, как для такой слабой неавтономной системы написать асимптотику решений. Если сортовать, в принципе, идёт от тех решений, которые сортовывают с точкой неподвижной точки. И что с ними дальше? Если меняется параметр, то меняется, вроде бы, неподвижная точка и решение. Конечно, теперь не автономная система. Никакого фазового подкрыта, конечно, нету. И теперь нравится. Чтобы доказать, что решение будет в литии этой неподвижной точки. Если параметр А растёт в этом направлении, то вот крайне решение, что потом будет. После того, как этот бред устойчиво окончился. Так. Х равно Х. Неподвижная точка. Зависящая от этого. Что потом? Ну, на самом деле, конечно, там ветер. Ветер не надо. Сумокожность. Так. Всё зависит от того, какого-либо устойчивой точки здесь. И здесь есть две задачи, которые, по-любому, прогнания получаются. Первая задача. Это. Вот здесь происходит слияние центра с седлом. То есть. Здесь. Такого-либо. там. Пазовый паркет. И. Две точки сливаются. И. исчезает. И. И. Второй случай. Узел. Узел сливается с седлом. Устойчивый узел сливается с седлом. Устойчивый узел. Вот такие задачи. О написании асинтетики по малому параметру. Когда параметры не меняются. Задачи динамической бифуркации. Ну, этот случай будет довольно подробно и подножко. С одной стороны он, вот, это. Делался еще и до центра. С другой стороны, вот, полностью задача не решена. При том, что здесь, вот, в этом месте, когда сливается Есть еще один параметр, отвечающий за величину десипации, за скорость которой корректория падает в узел. Я буду рассказывать о происхождении этой задачи из физики. Он занесет опять? Нет, не обязательно. Это два не связанных параметра. Его можно считать единицей и смотреть по синтетику по экскому. Можно, наоборот, связывать. В этом случае, конечно, траектория будет падать на устойчивую точку. Какой стандарт модельного управления управляет на переходной зоне? Здесь это похоже на задачи, которые занимался со своими оборудовами. Другие. В конце, как я понимаю, это не раздействие. А теперь формально. Вот это года два назад. В конференции физиков. И увидели вот эту картинку. Была представлена вот такая система уравнений. Есть три уравнения. Блокновенные потенциальные уравнения. В них есть три параметра. Никаких мало параметров тут нет. А, В, лябда – это числа, константа. В смысле физический. А – это амплитуда накачки, говоря. В – это коэффициент диссипации. А лябда – это расобразование частот. Так, значит, эти три компоненты описывают динамику вектора на магнитивной спине. Это другой часть спины, да? А? Это спины только при чём, да? Да. Там просто название было. А, спины, спины тут ни при чём. А, вектор, например, намагнитивной спины. Во внешней поляности. Так, ну вот, и вопросы ставят какие. Это, где положение равновесия в зависимости от параметра. Тончивость положения равновесия и бифуркация. Значит, следствием уравнения является вот такое банальное соотношение. С него можно смотреть интеграм. Интеграм не общий, а частный. Из этого равного нулю сохраняется вот эта константа равна единице. Ну что здесь? А, нет, нет. Гу. На сфере радиуса единицы, производного ноября, поэтому... Возьмите. Траектория... Возьмите. Возьмите, пожалуйста. Траектория... Поэтому траектория, попавшая на слева единичного радиуса, там всегда остается. Попасть она, кстати, не может. Она либо есть там, либо нет. Так. На этой сфере, благодаря такая вот жительственная, криво уравнения сводится двум. Двум довольно... Костык в уравнении. Ну и в случае в уравнении тут всё интегрируется. Следующий факт, это связь с гандалом Левшицем. Дело в том, что физики, если начали говорить о динамике вектора магнитина, светомемедленно, говорят, есть уравнение гандалом Левшицем. Они все и описывают. Но вот эта исходная система трех уравнений, она возникла как раз из того, что уравнения Вандау-Люшица не подошли для описания эксперимента. В эксперименте были обнаружены скачки на магниченности, которые при движении Вандау-Люшица до нигде снялись. Но тогда физики сели и сочинили другую систему уравнений для специфических систем, где случаются эти скачки. Эти специфические системы связаны с условным антиферомагнетом. На самом деле там магниты, перо- или антиферомагнетки, динамику только разница в коэффициентах. Но вот здесь изображено уравнение Вандау-Люшица. Они из трех. Здесь заглагаемости стоят. Самое первое, как просто известный закон о том, что сквозь магнительное поле, частица отраженная движется, сила перпендикулярно, точнее изменение векторно-магнительность перпендикулярно. Второе слагаемое – это то, что выдумал Вандау. Система интегрируется, потому что здесь независимо от того, облукить или нет, которая слагаемая есть общий интеграл, поэтому траектория остается на сфере всегда. Радиус сферы является константной интегрированной. А разница между тем, есть или нет коэффициент В – это проведение траектории на сфере. Если В равно нулю, то все траектории замкнуты, движения периодически, а такого не бывает. Происходит стабилизация векторно-магнительности. Некие эффекты тревоксации, диссипации действуют на векторно-магнительности, и его траектория стабилизируется. Вот это второе слагаемое отвечает за стабилизацию. векторно-магнительности на сфере. И куда со сферой траектория не уходит. Благодаря этому первому интегралу система редуцируется тоже двум уравнениям. Они, вроде бы, похожи на те, что были, только что я написал на сфере два уравнения, но отличаются и не совпадают. То есть ангелы лишится и не переходит прямо в те уравнения, которые были написаны там, дальше на сфере шестереться. Ну вот, оказывается, что переход можно сделать, если... Нет. Вы там нажимаете скорее всего. Аааа. Так вот, когда там было, сдуло... Следующий. Ну вот. Система гландалу лишится, редуцируется, как эти двумерные, которые написали в физике, на одной сфере. Ну, а условия перехода, в другую раз, состоят в том, что диссипация должна быть нола, но не ноль. Она должна оставаться. Коэффициент, который, если бы маленькая, там диссипация должна оставаться, поэтому бы не ноль, но должно быть сильное поле и маленькая диссипация. Если вот эти соотношения выполнены, то возможен глебный переход из вандаа увлевшихся в ту систему на сфере. Всего-навсего, на одной сфере. Поехали. Так, ну вот, в отличие от сворудения вандаа увлевшихся, единственная сфера, на которой они редуцируются салазисы. Новое ухранение веков предуцируется в паре ухранения. Эта пара представляется в их движении, наверное, довольно леньше, чем грималая приоциация с целью и протажа. Так. Вот. Третий пункт. Полностью. Ну, и теорема теперь по поводу устойчивой линице сферы. И так получилось, что для новой системы есть инвариантная сфера. Траектории, которые сели там, всегда там остаются. А остальные, что с ними происходит. Это и такое. Часть траекторий притягивается к верхней полусфере. Нижняя полусфера неустойчива и имеется большая область, где траектории просто уходят по бесконечности. То есть это ситуация кардинально. Цель от зала. То, что в системе рандалов-лющиц, там любая траектория лежит на какой-нибудь сфере. Вот это первый результат. Здесь рисунки. Пример. Траектории, которая разлет, то есть она уходит на бесконечность. Траектория, как конечно, пространство. И тут же, вблизи, есть начальные данные, которые практически мало отличаются. Есть раектория, которая притягивается к верхней полусу. Где находится граница, точно разделяющая область в протяжении. Это притягивается. Дальше. О неподвижных точках. Вот. Неподвижные точки. При уравнении из них сразу же следует, что должно выполняться разница, которая говорит о том, что в подвижных точках, если диссертация не равна нулю, не все лежат на единичной сфере. Нет. Единственной сфере не таких подвижных точек нет. Чуть. Вот. Я реалю, то есть все неподвижные точки находятся на ниподвижных сфере. Так. Все. Число неподвижных точек различных. На нижней полусфере одна точка. Наверху бывает от 1 до 3. Наверху и сфере бывает от 2. Это рефоркационная множество, там где меняется число подвижных точек, у нас имеются три параметра и в трехмерном пространстве параметров имеются поверхности, где происходит смена числами подвижных точек. На верхней, можно сказать, с одной до трехмерных точек, никаких новостей не может, только надо правильно написать при уравнении, потому что когда в физико-дивайсе по-простому есть хороший компьютер, то эти картинки можно считать и подбирать подходящим образом изменения параметров и обнаружить этот компьютер. Склад. Ну а на самом деле тут все можно получить аналитически, обвязание поверхности полностью. Ну вот здесь представлено сечение, сечение, предпорядочное сечение при 10, когда диссипация константная. А в случае, если диссипация 0, то в сечении получается такая линия, а если диссипация больше, то это 0. Вот из нее можно увидеть, что в случае перехода через изменение параметров, через область с тремя корнями, можно получить только лишь аналитически 20.0. В этом случае надо зайти и снова выйти. Вот для экспериментов, я понимаю, заряд с тесанкой, заряд с тесанкой. А как только есть диссипация, так мы отказываемся не в этом случае, а с узла. Здесь движется подвижная точка, либо узел, и от этого снова на устойчивый узел. Поэтому задача описания вот этого перехода, когда сливается с узлом, является хорошим основным задачей. Так, ну вот, производятся те кривые, которые в самом начале, если фиксировать один параметр, и обвиняют другой, то получается вот эта схватка для изменения чистка неподвижных точек. Она зависит от выбора коэффициентов. Ну, кроме того, там есть чистка линия, где сливаются кратные корни, то есть на улице 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4. Аналитически описывается мелкими формами. По сфанской параметре. Вот его, опять же, аналитически формами. Обычно представим описание суммы поверхностей. И она образоваться будет. Это пара листов, которые пересекаются по линии рождения корни из 2, 3. И, дальше. Вот это, как мы будем. Вот, сразу, праздник проекции, фиксированной поверхности. Слези, я услышу. Область, где переполнение между листами. Из этой формы теперь можно точно строить всевозможные траектории параметра, изменения параметра, подвлекать поверхностей, меняя дископольные. Дальше. Ну, опять, по устойчивости неподвижных точек ситуации, ясное дело, что если нижняя полусфера вообще неустойчива, траектория туда отходит, то та неподвижная точка, которая была на нижней полусфере, всегда неустойчива. Даже если ограничится траектория на сфере, то эта точка типа либо фокус, либо будет неустойчива. А на верхней полусфере, там, от одной до трех, всегда бывает вот эта ситуация. Двумя узнами либо фокус, либо одним целью либо фокус. Ну, конечно, опять нужно забить от кого, какие параметры исходятся здесь. Ну, что? Все. Спасибо. Спасибо.